Часто даже маленькие дети оказываются намного смелее и решительнее нас, взрослых. А мы так боимся сделать первый шаг к чему-то новому, чем-то новым необычным заняться, боимся, что скажут окружающие, переживаем, в общем-то, порой по таким вот незначительным пустякам, которые очень сильно портят нам жизнь. Поэтому сейчас я хочу вам показать видео, которое 4 года назад записала для своих учеников. Я пересмотрела архив и поняла, что это видео по-прежнему актуально. И, в общем-то, ну только в концовке что-то немножечко добавлю. Добрый день, друзья и коллеги, с вами Наталья Луната. Тема сегодняшней минутки – это что называется «Онаболевшим». Потому что уже много раз в письмах мне приходилось отвечать на похожие вопросы, но сегодняшнее письмо, которое я получила с самого утра, оно вот прямо так меня задело в самое-самое сердце. Я цитирую автора, не называя имени, но я знаю, что эта тема волнует просто вот очень-очень многих. Наташа, добрый день. У меня сегодня прямо крик души. Смотрела посты в группе, люди выставляют свои первые работы, а они просто офигенные. Пять лет занимаюсь валянием, пять лет. Мне очень нравится валять, сам процесс. Но когда работа готова, все, она уже больше не нравится. Пять лет своей работы или дарю, или продаю за копейки. Надоело, ведь нужно как-то зарабатывать. Начала валять варежки. Думаю, как раз к зиме я подготовлюсь. Но неуверенность так и плет. Куда это угодно, кому они нужны, скажите мне ваше профессиональное слово. Когда вы рассказывали о себе на фестивале валяния, это тоже было как о моей жизни. Когда домашние подшучивали над вами и говорили валяшка. Но меня по-разному говорят. Валяла и так далее. Я им сказала, буду как Наташа Луната. Но уже год прошел, и я на том же уровне. Ну, вы знаете, мало того, мне домашний, да, дочь, которая сейчас ценит мой войлок, она терпеть не могла запах флисов. То есть, это было категоричное заявление. Мама, занимайся этим где-нибудь, кроме тебя в доме ей живые люди. Говорили, что, смотри, Богдана, мать-то у тебя полоумела, да, чем занялась. Ну, в общем, мама моя, родная, дорогая моя мама, интеллигентнейший человек, она говорила, ну как же так? При твоем прекрасном гуманитарном академическом образовании ты валяешь валенки, мне и знакомым-то сказать, стыдно, ты все бросила и занялась такой ерундой. Да, преодолеть вот такое вот сопротивление окружения, наверное, очень тяжело, когда решил заниматься чем-то творческим, но достаточно профессионально. Неуверенность, да, она тоже есть, ведь эта неуверенность, она у нас, скорее всего, связана не с тем, вот как сделать работу, да, тут мы учимся на мастер-классах, работы красивые, в итоге получается. Мы очень бережем время, поэкономим, да, потому что сразу, ну, купили, как хороший учебник, мастер-класс, многое можно посмотреть, просто так бесплатно в интернете информации много. И вот научились уже, вот сегодняшние работы новичковые, да, они гораздо сильнее, они гораздо увереннее, чем новичковые работы 5, тем более 10 лет назад. Но проблема у нас по большей части, это пережиток советского прошлого, мы не умеем свои работы позиционировать и продавать. Потому что, ну, как-то считалось, ты, если занимаешься творчеством, ну, как это творчеством торговать? Это, извиняюсь, ну, конечно, жесткое такое сравнение, но это все равно как на панель пойти, вот себя продавать, да. Это же творчество, это же святое, как же так? И вообще, а если ты продаешь что-то свое рукодельное, это как несчастная бабушка, которая вот сидит где-то на парапетике, там, да, и за копейки, за гроши продает цветочки с огорода. Это в лучшем случае. А могут сказать, сравнить еще и хуже. Вот на это все, честно скажу, очень тяжело. Но надо так вот поднять руку и забить. Почему? Потому что если вы сами в себя не верите, то не поверит никто другой. Умные люди такие, на Востоке такой философ Оша был, да. Вот он говорил, научитесь сначала любить себя. Если вы не любите себя, вы в принципе не можете любить никого другого, потому что вы не знаете, как это так себя любить. Надо себя обязательно любить и уважать. Но помимо вот этих вот моментов, да, которые вот как бы психоадаптационные, да, научиться любить себя, ну, вот развивать самооценку, самоуважение, есть еще очень простые, но абсолютно практичные моменты. Вот автор этого письма, она мне прислала фотографии своих работ. Это очень-очень милые варежки. Но фотографии работ сделаны таким образом, что продать эти варежки за серьезные деньги невозможно. То есть вот варежки ценой, реальной ценой в 50 долларов по фотографиям дороже, чем за 10, продать невозможно. О чем это говорит? Надо учиться фотографировать. В фотографировании надо вам освоить вот с предметкой всего вот самые-самые простые моменты. Простая композиция, почитайте, об этом есть очень много информации в интернете, она доступная и бесплатная. Композиция свет, все дальше, даже на мыльницу простую, сейчас в смартфонах такие возможности фотографические, что вы будете буквально там за пару недель научитесь делать отличные фотографии. Потому что, ну, есть просто масса там дополнительных сервисов, редактирующих ваши фотографии, разных фильтров. Вы можете создать себе там тот же самый аккаунт в Инстаграме и туда размещать красивые фотографии ваших работ, как работать в Инстаграме. Об этом тоже есть информация в интернете. В том же Фейсбуке, если вы в своем аккаунте начнете размещать красивые фотографии со средней ценой сначала, да, то есть пусть вот это будут не 50, а 30 долларов, но вы, по крайней мере, будете стабильно продавать эти работы. И не бойтесь писать в собственном личном ключе. Чем индивидуальнее будет то, как вы пишете, тем понятнее это будет другим людям. Пишите от души. Вот как вы мне сегодня написали письмо, вот так же эмоционально пишите о своих работах. Насколько они вами любимы. Насколько это прочувствовано. О том, как 5 лет вы учились складывать и сваливать шерстинку к шерстинке, поэтому ваш войлок качественный. Рассказывайте о том, сколько прекрасных сайтов, картин, альбомов книжных вы просмотрели. Как вы учились подбирать цвета. Не бойтесь об этом сообщать миру. Ну, как я уже рассказывала, да, когда год назад, да, мне было сложно. И моя подруга, она сказала, не можешь сейчас валять, начинай рассказывать об этом людям. Это все вот звенья одной такой цепочки. Ваше любимое дело, оно поведет вас за собой. Ну, потом, помимо этого, открываются всякие разные постоянно хорошие курсы, школы, школы заработка рукоделия. Это очень помогает. Год назад я только-только начала снимать первые мастер-классы, хотя живые классы я давала и много работала в сфере обучения войлоку. Много войлочных работ сделала сама, работала с заказчиками. Но вот год назад я начала новое дело. И поверьте мне, перешагнуть через себя и через собственные комплексы, вот так вот перед камерой, разговаривать с другими людьми, рассказывать вам что-то, объяснять, это было тоже очень-очень сложно. Но в конце концов мы сами создаем себе ту жизнь, которую хотим. Если пять лет вас войлок не отпустил и не оттолкнул в сторону, если вы по-прежнему любите это дело, значит оно ваше. И значит у вас обязательно все получится. У вас абсолютно продаваемые работы, они будут востребованы другими людьми. Ваши работы прекрасны. Ну а новички, да, у новичков с сегодняшнего дня действительно очень много возможностей. Но даже из них, даже по готовым мастер-классам, не всякий может так, как вы, придумать что-то новое и что-то очень оригинальное. В завершении видео я хочу все-таки показать работы замечательного мастера Татьяны, с письма которой все и началось, благодаря которой появилось это видео. За прошедшие годы она стала уверенным, очень хорошим, интересным мастером, создающим прекрасные оригинальные войлочные работы, которые вы видите на этих слайдах. Это еще раз подтверждает не только мои слова, а вообще житейскую мудрость про то, что дорогу осилит идущий. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Обозначайте темы интересные, задавайте вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки, если вам нравятся мои видео, если они вам чем-то полезны. Ну и дизлайки, конечно, если не нравятся, я тоже буду это учитывать. Подписывайтесь на канал для того, чтобы быть в курсе того, чем я с вами делюсь. Я постараюсь, чтобы эта информация была действительно для вас какой-то познавательной, какой-то полезной и интересной. Всего вам доброго, всего хорошего. Побольше времени на наше любимое занятие.